здравствуйте меня зовут черемисина екатерина я мастер декупажа и сегодня мы будем с вами делать новогоднюю игрушку на елку шарик вот примерно такой но символом этого года как раз техники декупаж что мы будем использовать заготовка шарика распечатки на лазерном принтере клей кисточки лак ну и там уже по ходу дела действия смотрим значит что мы будем делать на лицевую сторону мы будем приклеивать просто декупажить а на изнанку мы будем называется техника вживления вживлять вот эту картинку она у нас распечатана слова отзеркалины что мы делаем так я для себя карандашиком намечу ориентиры как слова расположены оживляем мы на клей на лак можно использовать трансферный лак я использую лак кива в данном случае он у меня матовый наносим лак на саму распечатку далее наносим нашу заготовочку частично впитался лак сейчас еще раз покрою и теперь берем и прикладываем точку можно здесь дальше использовать валик я сегодня взяла шпатель и шпателем через файлик выгоняем воздух который мог у нас там образоваться сейчас немного подсушу и на лицевую сторону мы приклеим вот такого замечательного быка что мы делаем нам нужно нашу картинку размочить не смачиваем водой из пульверизатора можно просто намочить куда-нибудь окунуть дальше берем клей есть вот такие клеи для салфеток и декупажной бумаги это в творческом магазине покупала я пользуюсь клеем пива он нравится и наносим клей пива на нашу эту . для чего мы мочим бумага при намокании она разбухает размокает увеличивается в размерах если мы ее так не намочим то у нас при приклеивании могут образоваться различные складки поэтому ее намочили она у нас размокла дальше мы приклеиваем дальше тоже нам нужно прижать то есть либо валиком прижимным шпателем с любыми средствами как вариант прижать можно даже если нет шпателя допустим салфеточку да вот такими движениями прижать и выгнать весь воздух который мог образоваться нам нужно приклеить картинку все теперь все это у нас должно высохнуть пока это сохнет займемся накладочками у нас вот здесь будет еще такая закладка накладочка нам ее нужно задекорировать мы покрашиваем можно это делать кисточкой мне нравится именно губкой потому что как раз следов от кисти не остается полосок у нас обычно бывает на кисточкой проходим есть на что металлические краски металлик они очень прозрачные поэтому желательно несколько раз пройтись следующий у нас этап называется мусорный берем наждачную бумагу лучше всего соточку и те края бумаги которые у нас лишние не нужны нам мы их таким образом под углом 45 градусов вот к этому стыку ребром мы зашкуриваем убираем все лишнее у нас высохла картинка и мы ее защитим мы покроем лаком я работаю все тем же лаком кива можно брать любой лак в художественном магазине лак у нас должен быть акриловый все акриловые лаки это лаки которые разводятся водой то есть если они слишком густые и они не пахнут без запаха в этом их преимущество все подсушиваем будем работать со второй стороны здесь у нас высохла и теперь мы будем работать с этой стороной для начала мы увлажняем нашу бумагу значит этот этап намочили нашу бумагу и стираем лишнюю бумагу проявляя нашу надпись бумага у нас мы мочим до такой степени чтобы она была влажная но пальцы по воде не скользили потому что тогда они просто будут скользить а если бумага будет влажная у нас очень хорошо под нашими пальцами стираться эту процедуру делаем до тех пор пока у нас под пальцами не перестанет кататься бумага если перестала стерли всю лишнюю бумагу и у нас проявилась наша надпись либо картинка то что вы вживляете если перестала стираться высохла бумага опять прошли слаженной салфеткой намочили и дальше продолжаем смотрите я приклеивала бумагу полностью на весь шарик захватая вот эту вот штучку пинпочку для того чтобы когда я стерла у нас здесь не получилось никакого перепада высот потому что если бы я наклеила всего до сюда то у нас здесь был бы перепад высоты здесь не слишком страшно конечно на этом шарике но любых других желательно делать и желательно делать так чтобы все было аккуратно все мы стерли у нас проявилась такая я думаю что она очень хорошо подходит нашим теперь нам нужно защитить нашу надпись мы опять-таки берем лак лаком не тот же самый кино и покрываем шарик с этой стороны так и сразу я пройду еще раз эту сторону лаком и высушу он станет шарик новогодний елочный я решила что нужно давать много блесток значит смотрите покрываем лаком нашу накладочку на основной части пока он не высох мы берем посыпаем ну вот у нас получилась вот такая блескучая накладочка следующим этапом мы должны ее приклеить соединяем и пришиваем ну и следующим этапом края был одинаковый цвет тоже металлическую краску мы попадаем на эту сторону у нас она лакирована поэтому мы спокойно с лишней краски так влажной салфеточкой нитками стираем ну вот мы склеили теперь у нас получился вот такой шарик последний этап это мы прикрепляем веревочку завязываем все наш шарик на елку подготов я мы Субтитры подогнал «Симон»